Продолжение следует... Так он и назывался. Туда пройдем. Итак, мой любимый лес, лес детства, где прошло все наше, так сказать, свободное время от школьных занятий. Зимой лыжи, летом, осенью грибы. Пока идешь от дома до Оловянникова, до дома отдыха, ведерочка набиралась под березовиков, под осиновиков. А там, через дорогу, в той стороне, озеро Цымлянское, которое в детстве казалось огромным морем. Оно так и называлось Цымлянское, сейчас Цымля. Остался один ручеек. Все лето на озере пропадали. По дороге на купательный сезон, так сказать, поля были плода питомника. Там росли и клубника, и груши. Пока до озера добежим с ребятишками, уже наедимся и клубники, и груш нарым, и сидим. Чего только не погрызешь там огурчики. Сторожа, кстати, охраняли на лошади, так, дозор был. Бежишь, боишься, как бы солью не пальную в задницу. Вот так и прошло наше детство здесь. Сейчас что, наши современные ребятишки, дворы, ну да, малые архитектурные формы. А наше детство, вот оно, все здесь. Лес, свежий воздух, озеро. Тюменцы, я вас люблю. Вот оно, наше Цымлянское море. В детстве оно казалось таким огромным, действительно, как море. Добирались от дома, ну, минут, наверное, 30. Хоть бы, если пешочком мы ходили через овраг от моего домика. Купались, пропадали здесь все лето. Купались, загорали. По-моему, там вот мосточек даже до сих пор сохранился, с которого рыбачат рыбаки. Ну, немножко облагородили, я смотрю, купалка здесь есть. База какая-то отдыха, во всей видимости. Летом проходили мероприятия, играла музыка, люди отдыхали. А зимой здесь на лыжах катались. Лыжня была протопкана. Всякие зорницы в детстве, кстати, здесь проводили. Из школы я училась в 38-й школе, она садовая, которая. И вот здесь игры зорницы сюда нас привозили. Или мы сами приходили, а уже сейчас не помню. Но устраивали здесь такие детские мероприятия. Луточки плавают. Красота, правда, в центре города. Супер. Сейчас мы с вами находимся у одного еще из красивейших зданий нашего города. И здание, с которым связано мое детство. Это Тюменский дворец пионеров. Который построился, если я не ошибаюсь, в 58-м году. Ну, на тот период времени мне я был еще годик, поскольку я с 57-го года. Привела мне сюда бабушка в первом классе, когда я училась. До сих пор помню этот день, когда мы пришли, поднялись на второй этаж. Встретил нас в то время молодой, красивый Владимир Иванович Ембай. Руководитель детского тюменского хора. Владимир Иванович подвел меня к роялю, нажал три нотки. Пам-пам-пам-пам. И я заперла. Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Тоненьким детским голоском. Слух отличный, ритмика есть. Все, берем. Итак, мы жили нашей детской жизнью. Активной, кстати, довольно-таки интересной, красочной, красивой. С первого класса и по восьмой класс. Вот моя, можно сказать, альма-матер. Здесь меня Владимир Иванович научил петь. Научил вести себя на сцене. Здесь мы дружили с ребятами. Ездили в пионерские лагеря вместе, кстати, с нашим хором. На то время Ген Саныч Нечаев возглавлял Кижеватовец. И был у нас пионерский лагерь, который назывался «Скупник». И детский хор, в частности, там ведь очень сложно было купить путевки тогда в пионерский лагерь. И детский хор Тюменского дворца пионеров во главе с Владимиром Ивановичем Имбаевым проводили там летние смены. Было замечательно, конечно. Очень интересно, весело. Пионерские костры, пионерские песни. Что мы еще в то время пели? Так. А, да. Я запевала, помню. Сейчас уже голоса, конечно, такого нет. С чего начинается Родина? На то время была очень популярная новая песня. С чего начинается Родина? С картинки в твоем бухгаре. Со старых и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может она начинается с той песни, что пела ромать. Забыла слова. Хорошая песня, замечательная. Кстати, я родилась в 1957 году. Это был... Почему-то сейчас вспомнилось. Год знаменит был тем, что в Москве проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов. И вот песня «Солнечный круг» была написана как раз в то время. И пела ее Тамара Меансарова, если я не ошибаюсь. Первая исполнительница была этой песней. Она пела таким голоском заводным. Солнечный круг, небо круг, это рисунок, мальчишки. Таким тоненьким голоском. Ну вот это дворец пионеров. Конечно, другие ребята занимались здесь. И кружков было море, как сейчас я не знаю. Но паломничество было огромное. Не так просто было, кстати, попасть. Допустим, в тот же хор принимали не всех девчонок и мальчишек, если явно нет слуха. И медведь на алкому скупил, как говорится. Наверное, не брали, я думаю. А потом Владимир Иванович очень ответственно относился к своему любимому делу. Даже были такие случаи, когда, допустим, у нас выступление как-то было на телевидении. И он приехал в школу за мной, снял меня с уроков для того, чтобы все, отпускайте ее, нельзя. Учителя, конечно, возмущались, что занятия и так пропускаются и такое прочее. Я, кстати, всю жизнь на каких-то этих мероприятиях, потому что то во дворце пионеров, то на работе у нас какие-то субботники были с песнями и с плакатами. И Владимир Иванович меня забрал, прямо так сказать, с урока и на телевидение. Вот, были такие времена. Владимир Иванович Имбаев, о котором я рассказываю и устаю рассказывать, и вспоминаю его очень часто. Мы с ним встречались, ему сейчас, наверное, уже около 80-ти, я так думаю. Мы с ним встречались лет 5 назад на мероприятии в филармонии. И что удивительно, это ведь прошло почти 50 с лишним лет, он меня увидел и узнал. Наташка Кириллова! Мы с ним расцеловались, повспоминали. Я, по-моему, даже на сцене что-то там в филармонии в его честь сказала и цветы вручила ему. Такие воспоминания детства, конечно. А кто у нас на то время пел, сейчас я вам скажу. Славка Гультяев, кстати, Вячеслав Александрович Гультяев, такая известная довольно-таки личность у нас в Тюмени. Наташа Марченко, сёстры-сиротины. Так, из девчонок Тома Филоненко, Тамара Филоненко. К сожалению, вот из этих всех ребят, Гультяев только, вот мы с ним и до сих пор продолжаем общаться, поддерживаем связь. Работали даже в одном здании, вот на Герцово вместе. Вот, вот так. Продолжение следует...